дорогие друзья сегодня я хочу осветить те обновления которые мы с вами реализовали в 2020 году и это видео будет полезно для вас с практической точки зрения чтобы за достаточно короткий отрезок времени вы вспомнили что интересного и полезного мы реализовали за этот год итак начнем мы с горячих клавиш горячая клавиша и line выравнивание луча и линии по горизонтали я буду вам показывать насколько это практически применимо в платформе и насколько это будет вам полезно уже вы будете для себя решать смотрите вот например когда я рисую коммерческие уровни соответственно у нас в платформе есть функция которая примагничивает линии то есть линию которую мы например нарисовали нажимаем ok вот к примеру если нам нужно горизонтальную линию она примагничивается к минимумам это для того чтобы легче рисовать трендовые линии и каналы и так если нам нужно поставить линию и выровнять ее по горизонтали соответственно мы нажимаем на тот конец который должен быть зафиксирован и нажимаем клавишу и и таким образом она выравнивается это очень удобно для построения любых уровней я пользуюсь этим для построения коммерческих уровней и так далее клавиша control линия тренда луч стрелка в зависимости от последнего выбора то есть можно быстро рисовать линии клавиши control вот таким образом и если вы например выбрали последнюю стрелку это значит что каждая последующая линия при зажатии клавиши control она будет прорисовываться в виде стрелки shift прямоугольник т текст с пенель то есть рисуем прямоугольники клавиши shift зоны поддержки сопротивления и т т у нас текст добавляем на график с горячая клавиша это расчет пенель пенель рассчитывается как в долларах таки процента по qw это зеленые стрелки q на покупку w на продажу в вертикальная линия h горизонтальная линия рисуется с той точки на графике которую вы отмечаете клавиши мыши вот таким образом стрелка вверх побарная отрисовка графика если вы хотите проверить как вы принимаете решение можно вот таким образом побарно отрисовывать график стрелки влево и вправо переключение между вкладками таким образом б это включение дельта фильтра на кластер графики также на индикаторе максимального объема свечи вот есть у нас такие полосочки горизонтальные это максимальный объем свечи соответственно мы его включаем клавишей м максимум волю и перевес бит ask включается клавишей б бинь английская то есть если вам нужно посмотреть непосредственно перевес вы можете включить посмотреть и отключить чтобы расцветка вам не мешала вот к примеру вы знаете что тут есть объем если вам нужно принять решение вы включаете б и видите что здесь был объем он прошел по ask и также это видно очень хорошо с помощью свечной дельты то есть свечная дельта нам показывает какой непосредственно объем был свеча проторгован то есть это был победу объем по рынку заходили на продажу либо же по ask у то есть по рынку большинство ордеров было на покупку дальше и нажимаем это пейнт и также можно рисовать вертикальные прямые горизонтальные линии нажимаем control и теперь мы можем рисовать прямые линии затем снова control и можем рисовать уже на графике произвольные линии двойной щелчок по оси x это смещение графика смещение графика на начало быстрая и двойной щелчок по оси y выравнивание графика по вертикали то есть также можно выравнивать график если вы где-то находитесь в другой области и с перемещением в начало вот есть кнопка которая перемещает в начало графика и также выравнивает его то сделает свечи оптимального размера и так касательно и че в те объемом то есть можно их скрыть и че в те объемы 1 скрываются клавишей 1 и че в те объемы 2 скрываются клавишей 2 опционы вот опционные сделки крупные они скрываются клавишей о то есть таким образом можно очистить график если вам нужно посмотреть на чистый график и вернуть единица и че в те объемы 1 двойка и че в те объемы 2 о опционные сделки вот достаточно все удобно и просто то есть мы оптимизировали таким образом чтобы это было максимально комфортно для работы итак давайте я начну с самого конца точнее с начала года обновлений так сейчас посмотрим какая-то дата 5 марта 20 первое что хочу вспомнить это то что мы добавили сделки внутри спреда ведется поиск цепочек и сделок цена которая кратно пол цента на рынке акций минимальный шаг цены это один цент но есть сделки которые проходят внутри спреда то есть не по беду не по аску они дробные это сделки которые совершаются со специальных счетов которые в основном недоступны ритейл трейдером потому нам этот факт эти сделки показались интересными и мы их реализовали в и четки поисковике давайте посмотрим на примере nvidia вот есть и черти поисковик и здесь есть пункт сделки внутри спреда то есть ставим подбираем под каждый инструмент то количество оптимальных контрактов например для nvidia это 5000 нажимаем галочку максимальный диапазон берется с общих настроек то есть это 10 пунктов и 1000 миллисекунд и нажимаем установить и загрузить соответственно загружается вот такие серые кружки которые нам показывают сделки внутри спреда вот 5000 контрактов 5000 контрактов здесь 8900 контрактов то есть это такие интересные моменты которые могут быть полезны для выявления крупных игроков которые работают со специальных счетов которые могут себе позволить совершать такие сделки внутри спреда что касается фьючерсного рынка на фьючерсном рынке тоже есть сделки внутри спреда но они немного по-другому работают то есть это те сделки которые прошли например вот по золоту если брать это сделки которые прошли не по беду и не по аску то есть они прошли внутри спреда тоже может быть для вас дополнительной информацией для принятия торговых решений индикатор сот коммерческие и некоммерческие трейдеры мелкие спекулянты то есть индикатор сот это весьма полезный инструмент вот я его использую на дневном графике индикатор сот он нам показывает изменение позиций по основным группам участникам согласно классификации CFTC и самое ценное это то что мы видим когда та или иная группа набирает экстремально большую позицию данные рассчитываются за последние пол года 26 недель очень полезно есть стратегии которые работают непосредственно на расхождение то есть когда хеджеры и фонды достигают максимального расхождения и к фондам присоединяются также мелкие трейдеры это интересные хорошие разворотные точки есть у нас отдельные мастер-классы которые посвящены именно этой теме этим стратегиям которые основываются на индексе сот и поиски глобальных ключевых разворотных ситуаций на рынке индикатор изменений открытого интереса на дневном графике тоже достаточно удобный индикатор индикаторы открытый интерес гистограмма д-1 и мы видим вот здесь изменение открытого интереса самые крупные изменения естественно происходят в период экспирации когда сбрасываются либо набираются позиции но нам интересны сильные изменения которые вне экспирации проходят то есть это в середине контракта или тогда когда не идет естественный набор или сброс позиции и вот тогда сильные изменения открытого интереса на дневном графике говорят о интересе участников о том что происходит вовлечение и после этого может последовать сильное движение то есть стоит обращать внимание именно на те изменения которые проходят середине контракта какие-то более существенное более вот нестандартные изменения очень хорошо наглядно видны на дневном графике так установка удаление линий на всех таймфреймах тоже очень удобная функция то есть если мы возьмем любой инструмент пример вот и она здесь мы рисуем какой-то уровень который нам интересен и нажимаем галочку все таймфреймы нажимаем ok и этот уровень также появляется на на другом таймфрейме вот он если же мы меняем параметры этого уровня можем добавить подпись таким же образом меняется на всех таймфрейм а мы можем этот уровень переместить таким же образом этот уровень переместиться и на другом таймфрейме уровень максимального объема в динамическом профиле с отображением значения на ценовой шкале тоже достаточно полезная функция если вас интересует каком-то определенном диапазоне максимальный объем и вы хотите оставить этот уровень вы просто берете динамически натягивающийся профиль и здесь есть функция уровень максимального объема кроме того вы можете поставить на него сигнал и добавить тот текст который вас характеризует этот уровень так здесь добавление касательно тикового графика вот перекрестия мы здесь добавляли количество дней от точки отсчета для того чтобы можно было посчитать я непосредственно это использую когда работаю с коммерческими уровнями то есть подсчет количество свечей сейчас у нас более усовершенствованное перекрестие и она показывает и количество дней количество тиков процент изменения вот этого например если нужно посчитать движение вот 1 и 2 процента 2 процента то есть я часто использую например перекрестие для того чтобы посмотреть коррекцию насколько она стандартная или выходит за рамки обычного обычной коррекции для инструмента то есть я беру смотрю в тиках и в процентах можно посмотреть быстро размер коррекции кроме того у нас есть функция отображения объема который проторговался в определенном диапазоне то есть мы берем также зажимаем и протягиваем на тот участок то есть это условный прямоугольник и и вот этим условным прямоугольником мы меряем то количество объема которое было в определенное проторговки то есть это можно делать на более мелких таймфреймах сравнивать непосредственно какие объемы в той или иной волне роста или падения произошли да это может вам тоже дать дополнительную информацию принять торговых решений то есть быстрый подсчет количество объема который проторговался в волне или в каком-то диапазоне можно выбрать изменение цвета окна если вам нравится какое-то другое я люблю белый цвет вот в общих настройках вот здесь можно поменять цвет окна также мы добавили duration это набор и время набора цепочки тиков то есть вот когда вы открываете hft объем здесь видно за какое время набралась данная цепочка то есть это три секунды 402 миллисекунды к примеру да если происходит мгновенный вынос стопов то соответственно это значение она часто по нулям когда происходит вовлечение до много трейдеров в один момент нажимают кнопку buy или sell но все равно будет разница да там в секунду в две секунды в три секунды но если это точно срабатывание стоп ордера вот тут будет duration 1 миллисекунда скорее всего потому что это всегда в моменте происходит вот для этого в принципе определяем это либо стоп ордера либо же это по рынку просто большое количество участников купила и так очень важное было добавление и улучшение это когда мы добавили количество опционных сделок которое было проторговано за день или за же за тот интервал который вас интересует зависимости от того насколько вы краткосрочный или долгосрочный трейдер и очень часто она дает нам информацию о том что ожидает рынок то есть если очень большой перевес путов над калами соответственно рынок ожидает что будет снижение очень ценная информация в принципе рынок опционов является неотъемлемой частью рынка фьючерсов потому невозможно объективно оценить ситуацию если вы не видите рынок опционов также мы добавили много интересного это когда появляется какой-то объем по крупный объем мы соответственно можем выставить фильтр вот здесь количество контрактов к примеру 750 и таким образом будет на графике отображаются все контракты которые более 750 по нефти проторговались вот если по путам прошло большое количество контрактов сразу же эта сделка она отображается у вас на графике кроме того вот страйки написано 46 с половиной 46 страйк это 50 до я отмечал 46 с половиной вот этот страйк 46 с половиной сиреневым цветом и вот 50 50 страйк вот он 1543 контракта с мы можем это убрать с графика клавишей о и также добавить эту информацию при наведении на опционный страйк перекрестием в режиме отключение инфо отображается детальная информация по открытому интересу за контракт и объему за выбранное время по каждому страйку вот если мы посмотрим на дневной график примеру нам интересно посмотреть сколько здесь объема проторговалась по колл опционом мы видим внизу что по фут опционом открытый интерес данные 87 контрактов по колл опционом открытый интерес 1489 и проторговалась колл опционом всего 6 контрактов опционы по иене они не особо ликвидны и особенно в европейскую сессию если посмотреть к примеру опционы по нефти они будут более ликвидные вот в этом страйке вот этот объем фут воли он уже будет 653 контракта здесь 686 контрактов то есть мы видим какие самые крупные объемы проходят сегодня прямо сейчас на каких страйках и таким образом можем полноценно видеть картину рынка куда участники рынка закладывают возможность движения по фьючерсам также здесь был улучшен алгоритм расчета улыбки волатильности как вы знаете это улыбка она рассчитывается по формуле блэка шоуза и говорит нам о том где более дорогие опционы какие путы или колы более дорогие и соответственно если путы более дорогие и market maker поднимает цены на путы и спрос на них больше это большая вероятность того что рынок будет снижаться если же еще и наименьшие выплаты находятся внизу то рынку снижаться это путь наименьшего сопротивления потому что market maker у который продает опционы ему выгодно чтобы цена уходила к уровню наименьших выплат по опционам и также если он продает достаточно дорого путы и таким образом у него получается двойная выгода чтобы цена снижалась этот индикатор можно сделать немного больше вот он то есть размер количество пикселей он показывает тоже время до экспирации и процент волатильности ожидаемой волатильности то есть вот ожидаемая волатильности по нефти на на данный момент составляет 31 процент здесь перри наклон наверх то есть это означает что путы дороже гораздо дороже и уровень на меньших выплат тоже по нефти находится внизу вот он как далеко потому снижение по нефти выглядит с опционной точки зрения более вероятным мы также по другим инструментом можно посмотреть проанализировать например по золоту она равнозначная то есть путы и колы одинаковые сейчас по стоимости ожидаемая волатильность 14 7 процентов по евро тоже путы дороже ожидаемая волатильность 6 процентов по s&p всегда будет картинка такая что путы будут дороже чем колы и потому что фьючерсы используются для хеджирования рисков также мы в апреле добавили опционы по канадец австралиец по зерновым пшеница кукуруза соя расширили страйки по всем ликвидным опционом это евро s&p 500 иена фунт золото серебро нефть медь газ также добавили цитаты при загрузке и че в тину сейчас так как мы уже оптимизировали и ускорили сильно загрузку то есть можно теперь пользоваться вкладками несмотря на то что у вас загружается еще workspace и че в те то есть принципе вы сразу же можете пользоваться уже теми графиками которые загрузились и уже нет необходимости ждать загрузки самих и че в те потому что они подгружаются по ходу с самого начала вот уже если раньше график перегружался то сейчас мы нажимаем установить и загрузить и сразу же появляются те и че в те объемы которые нас интересуют прям самого начала прогрузка идет по и че в те объему 2 то же самое установите загрузить если же у вас предыдущий индикатор еще загружается появляется табличка что идет загрузка другого индикатора нужно подождать то есть идет пересчет всех тиков когда пересчет закончится соответственно вы можете уже менять параметры и загружать другой индикатор ну и в конечном счете все цитаты великих трейдеров отображаются при любой загрузке графика не только при загрузке и че в те объемов и мы можем настроиться ментально на правильную торговлю на правильные действия была добавлена в июне свечная дельта здесь мы видим как количественную дельту таки дельту по объему также можно поставить кумулятивную дельту свечную она отображается вот в таком виде как свечной график и можно ее также поставить за определенный период примеру будет считать за день за неделю за месяц и за целый контракт от начала контракта я использую этот индикатор когда смотрю вход в позицию то есть для того чтобы понимать что происходит в разве в разрезе текущей ситуации то есть насколько идет перевес между покупательными продавцами насколько идет панические распродажи очень помогает свечная дельта по количеству сделок то есть она нам дает информацию если например на максимумах происходит большое увеличение количества позиций очень большая вероятность что будет продолжение движения то есть там где никто не покупает там где страшно покупать и происходит увеличение вот синих столбцов это дельты по количеству тиков там скорее всего большая вероятность будет продолжение движения если же наоборот идет очень сильное вот массовое желание продать и при этом количественная дельта начинает сильно расти это говорит нам о том что скорее всего если здесь цена задержится и дальше вниз не пойдет что произошла остановка и будет путь наименьшего сопротивления будет в сторону роста количественной дельты количественная дельта она интерпретируется по-разному в зависимости от ситуации нужно отличать количественную дельту которая набирается крупными игроками инвестиционными фондами с помощью алгоритмов и толпы то есть там где очень хочется купить или продать и растет количественная дельта значит толпа вместе с вами заходит если же там где очень не хочется купить или продать растет количественная дельта то есть где страшно это каждый трейдер понимает те ситуации где страшно покупать лучше подождать если там растет растет количественная дельта это нам говорит о том что как раз стоит присмотреться к этой ситуации если добавок образуется и чеки объем это очень хорошая точка входа вот в следующем обновлении было добавлено девиация это кто торгует корреляцию это добавил саша янюк чтобы видеть расхождение которое идет между активами то есть чтобы стандартное отклонение знать и если же расхождение между активом и превышает это стандартное отклонение давайте вот сейчас два графика к примеру возьмем можно почитать цитаты известных трейдеров посыл которых всегда практически один и тот же и правила одни и те же но почему-то мы часто забываем об этом и допускаем ошибки из-за своей человеческой природы вот здесь показывается девиация 208 то есть это в процентах и мы можем увидеть вот например вот здесь расхождение 0 9 процентов здесь расхождение 1 и 6 процентов то есть мы ищем расхождение которое паранормальное которое больше чем 2 и 2 процента вот примеру 3 процента и в это время уже можно присматриваться к работе на схождение двух активов с достаточно высокой корреляции с получением на подтверждающих факторов и если понимаешь где нужно устанавливать стоп лосс можно зайти на схождение активов как вы видите очень красиво сходятся фунт и евро и так дальше вот здесь мы добавили опционы только в деньгах что означает только в деньгах то есть это опционы которые достаточно дорогие потому что если опционы вне денег то они дешевые если опционы в деньгах то они зачастую стоят гораздо дороже потому что у них есть еще внутренняя стоимость и вот такие опционы они нам говорят о том что непосредственно их покупают более крупные игроки так как опционы в деньгах в принципе они гораздо дороже стоят чем опционы вне денег вот если большое количество опционов вне денег было приобретено это нам еще ни о чем не говорит потому что вне денег они достаточно дешевые и потому любой трейдер может их приобрести если говорится о большом количестве опционов в деньгах то соответственно это по силам только крупным трейдер можно их отфильтровать отдельно что нам будет отображаться только опционов в деньгах и мы будем видеть где крупные игроки рассчитывают на продолжение также это может показывать нам что происходит сброс позиции сброс те кто сидел уже достаточно долго в опционах он сбрасывает свои позиции потому что они уже в деньгах и происходит закрытие позиции открытие это или закрытие позиции можно видеть по открытому интересу по страйкам если произошло добавление открытого интереса вот вот это затемненный участок это добавление открытого интереса по этому страйку то значит произошло увеличение то есть тот объем который был проторгован он идет на открытие новых позиций то есть учитывает открытие новых позиций а если же не произошло такого добавления то скорее всего это закрытие позиции интересно смотреть добавление за разное количество дней то есть если поставить к примеру 10 дней это будет одно добавление если же тут поставить один день к примеру то добавление будет гораздо меньше в августе мы добавили платформу фьючерсы айс это бренд индекс доллара сахар кофе потом добавлены какао хлопок и бензин выделение максимального объема в кластерах и также мы добавили кластерный график который уже совмещен со свечным графиком клавиша c которая переключает нас между обычным графиком и кластерным и также можно в настройках добавить директорию кластер бара в виде свечи и вот так будет отображаться наш график бедаск включаем то есть свеча совмещенная с кластерным графиком тоже очень удобное отображение что интересно можно установить автоподбор мы добавили много функций в настройки кластер фильтров вот мы добавляем нажимаем автофильтр убираем дельта фильтр и таким образом вот эти максимальные объемы которые самые важные они отображаются у нас подсвечиваются уже автоматически самое важное когда мы переключаемся даже на график свечной мы можем нажать клавишу f и вот эти максимальные объемы они будут отображаться прямо на свечном графике также можно установить сигнал вот к примеру сигнал на количество кластеров это было предложение алана одного из наших трейдеров участников клуба твт трейдер с здесь можно добавить количество к примеру вот если 4 появляются кластера с максимальным объемом по автофильтру то соответственно у нас будет отображаться сигнал то есть вот в этот момент когда вот в одной свече 4 кластер отображается сигнал и сразу же мы можем обратить внимание на ту ситуацию которая на рынке появилась что не все время 5 пялиться в монитор а именно обращать внимание тогда когда идет сбор ликвидности и также мы добавили очень удобная вещь это по свечной дельте сигналы вот тут есть колокольчик мы нажимаем и соответственно может она активировать либо объем на свечную дельту поставить либо объем на свечную дельту количественно либо чтобы обе дельты срабатывали и тоже обращать внимание на рынок только когда какие-то вот интересные ситуации появляются то есть например количественная дельта вот поставим 640 контрактов то есть и обратите внимание тогда когда именно большое количество дельты набирается вот это могут быть экстремальные какие-то точки рынка особенно вот если брать по кумулятивной дельте вот когда очень большой всплеск дельты то зачастую это разворотные моменты вот здесь пример у нас минус 6000 контрактов по снг то есть фильтр мы можем сюда поставить вот объем свечной дельты 6000 контрактов активировать и нам вот колокольчик появился что сигнал вот придет когда вот такое количество дельты в одну сторону будет наторговано также мы можем объем тени для того чтобы в свечах контратаки видите вот вот такие вещи то есть тут тень свечи мы можем определить будет приблизительно вот 4000 контрактов и есть такая тень появляется в 4000 контрактов мы сюда добавляем объем тени свечной дельты 4000 и можно в одном направлении либо buy и sell если вы там ищите например sell то вас интересует контратака чтобы это было buy дельта и тогда можно поставить вот асковую дельту когда тень будет такая на 4000 контракта у вас работает сигнал также вот мы сделали подсветку объемов вот вертикальный объем теперь можно закрасить на цвет свечи либо цвет дельты и видеть что свеча именно непосредственно какая дельта прошла то есть это удобно когда вот максимальный всплеск объема видишь и никакой он если красная дельта значит по маркету более большое количество продаж прошло давайте чтобы не затягивать я уже буду заканчивать и вот с акцентируем внимание на финальном добавлении это то что и чеки объемы индикаторы чеки объемов в дополнительный который дает возможность автоподбор поставить и ручные настройки одновременно к примеру также отдельно по тем и чеки сделкам которые прошли по бедам либо же по аскам для того чтобы более точно видеть разворотные информации которые появляются на рынке также мы оптимизировали автоподбор объема максимальный диапазон то есть подобрали под каждый фьючерсный инструмент и таким образом сейчас автоподбор по и чеки объемом работает более качественно и более точно ну что ж будем заканчивать наш обзор хочу вас поблагодарить за те предложения которые вы вносите по улучшению платформы trading volum terminal очень надеюсь что данная платформа помогает вам в принятии торговых решений и ваш трейдинг становится более комфортным и более прибыльным всем желаю хорошего дня и до встречи в следующих обзорах пока в следующих обзорах и до встречи в следующих обзорах пока в следующих обзорах пока а 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 Субтитры подогнал «Симон»